Окончание войны со справедливым финалом против России запустит ускорение, масштабное ускорение целого ряда проектов, в том числе проектов по интеграции Украины в единое политическое, военное и экономическое пространство Европы, ну или там шире евроатлантическое пространство. По НАТО, мне кажется, здесь вообще вопросов не будет возникать с точки зрения готовности украинской армии, которая сейчас, кстати, проходит как раз этап переоснащения, то есть практически полностью мы переходим на натовский стандарт и оружия, и натовский стандарт управления и так далее. Что касается экономического единого европейского пространства, то, безусловно, это не то, что ультимативные какие-то требования или там Европа что-то выставляет и так далее. Нет, это как раз-таки унификация. И законодательство унификация, и правил экономического поведения унификация, и форматов введения экономической деятельности и так далее. Это работа, которая нам прежде всего необходима. Почему? Потому что мы должны быть конкурентами. Вот мы зашли в Евросоюз. Вот если мы немножко по другим правилам работаем, то понятно, что мы можем иметь сниженную конкурентность. Это значит, что мы будем где-то не доминировать, где-то занимать аутсайдерские позиции. Нам же не нужно это, правильно? Нам нужно зайти в Европейский Союз, эффективно там конкурируя, занимать соответствующие должные места для того, чтобы резко повышать уровень жизни в своей стране. Вот эта вся подготовительная работа, здесь я соглашусь с премьер-министром Украины, абсолютно объемно на разных уровнях ведется, и на парламентском, и на кабминовском уровне, соответственно, на уровне местных органов власти, других государственных институтов. То есть, в принципе, каркас, который должен будет изменить вид Украины перед вступлением в Европейский коллегиальный орган, бессловно готов. Дальше следующие этапы, дальше переговоры. Но все это не имеет смысла обсуждать, пока война не финализирована. Ну, имеется в виду, имеет смысл вносить определенные, проводить определенные работы, выполнять определенные требования, но требования, которые точно такие же и к другим странам Европейского Союза. Мы должны им соответствовать. Но вот мне кажется, по срокам, по срокам мы будем говорить в момент финализации войны. Тогда будет четко понятно, год, два, три, меньше, больше и так далее. Насколько я понимаю, насколько я понимаю логику президента, мне кажется, что Украина будет готова в течение достаточно короткого времени после финала войны, справедливого финала войны, вопрос будет идти полгода, год, полтора и так далее.